Так, решил я подремонтировать очередную свою болгарку Bosch. Смотрите, включаю ее. Такое ощущение, что щетки. Ну, я ее раньше разбирал. Разбирал раньше. Там, скорее всего, элипсом ломили. То есть, те места, по которым ходят щетки. Поддеваем. Так. Вот, видите, что со щетками. Щетка эта вообще сломанная оказалась. Кусок внутри. Сами по себе щетки дрянь. Вот это тоже сломанная щетка. Видите, все отломилось. Я их уже переставлял. Не очень помогло. Надо сейчас снять кожух и разобрать мне это дело. Чем круче болгарка, тем больше наворотов. Тем больше вот этих вот инсинуаций не нужно. Вот так вот снял я эту самую головку. Вот здесь когда-то я переделывал гайку. Она сломалась внутри. Остатки отсчетов тут. Ой, что-то пока нет. Нам открылось такое чудо из чудес. Вот один подшипник. Здесь внутри еще один подшипник. Могли сломаться. Либо вот это вот эллипсом. Сейчас надо замерить. А эллипсом она из-за чего могла стать? Подшипник разбился. Или щетки износились и поскребло. Есть токарный станочек. Можно будет попробовать зажать. И этот эллипс устранить. До начала разобрать вон ту гайку. Вот эту вот гаечку. Сейчас померим эллипс. Вот этих подшипничек. В обойме такой. Конечно, болтается подшипник. Что говорить? Подшипник болтается. 24,9. 9 соток. Теперь повернем на 90 градусов. 24 и 14,5. То есть получается на 5 соток биение. Естественно, где же она будет нормально работать, если тут даже 24,15 соток. Протачивать надо. И скорее всего меняет подшипник. Видите, шумит. Сейчас попробую зажать еще через деревянные проставыши. Может все-таки боюсь сломать. пошла. Смотрите, как гаечка-то пошла. О! Оказывается, вот эта шестерня с косыми зубьями, даже не с косыми, а с радиальными, с изогнутыми, она вот ее и держала. я пытался снять. Ну вот. Вот здесь вот внутри вот эта вот гайка, которая внутренний диаметр на 7, не просто так. Держит шестерню, ну да, шестерню, которая не дает выпасть всей этой конструкции. Опа! Вот так вот вытащили. Вытаскиваем теперь саму гаечку и эту шестерню. Так, здесь у нас подшипник, внутренний диаметр. Мирин. О, на 8. Четко на 8. Вроде на руках стружки не видать. Да, подшипник надо будет вытащить. Отлично сохранился. Может быть даже и подшипник. нормальный. Так, ладно, наша задача проточить вот эти вот ламели. Точить надо. Снимать вот этот подшипник и точить. Установил я якорь в станок. Подшипник гудит. снимать я его пока не снимаю. Попробую как у меня будет точиться. Вот. зализывает, зализывает. резец очень тупый. получается. Проточил. Сначала начал точить резцом таким немножко туповеньким, как говорится. И на скорости всего лишь 120 оборотов. Думал, медленнее и лучше. А нифига. Оказывается, пошел, посмотрел в интернете. Оказывается, точить надо от 600 до полутора тысяч. И резцом таким отрезным. типа из закаленной стали. Из-за того, что проточил на маленьких оборотах, не знаю, что сейчас залежит этот коллектор. Сейчас чищу ломили при помощи ножа. Между ломилями как сказать расстояние чищу. Не расстояние, а зазоры. Здесь вот в одной ломильке видите, что случилось. Не знаю, из-за чего это. Первый раз в жизни протачиваю коллектор с ломилями. Поэтому вот так вот. Все равно она у меня толком не работала, болгарка. Кстати, Бош. Думаю, попробую. Якорь проточил, ломили с горем пополам. Первый раз точил. Не знаю, как получилось. Микрометром мерил разброс не более одной сотки. Надеюсь, будет работать. Продолжаю ремонт болгарки Бош углошлифовальной машины. Вот уже начал насаживать новый подшипник. Подшипник купил буквально вчера за 33 рубля. здесь у нас старый подшипник. Видите, верхнюю обойму распилил болгаркой. Потом нижнюю обойму вот так вот аккуратненько зажал через тряпочку в тесы вот этот вот якорь. И рядом, рядом, чтобы не задеть вал, вот этот вал, на который будет насаживаться, на который уже насаживается подшипник, очень рядом с двух сторон я его так вот снял, плоско. Потом вот так вот его зажал и смазал, потихоньку вытащил. Теперь вот пытаюсь одеть новый подшипник. Загнал его потихонечку мелкими ударами на вал. Теперь надо дальше продолжить. а что делать дальше? Дальше я взял такую гайку внутренний диаметр на 8, а здесь внутренний диаметр на 7, ну, чтобы более-менее точно было по полным метров всего зазор по кругу и пытаюсь осадить чтобы она была абсолютно ровной. Похоже, что тут она по себе неровная. Ну, ладно, посмотрим. подшипничек сил, ну, не нравится если честно. совершенно не нравится потому что потому что я его вначале видите загнул. Ну, вот он как раз 7, так сказать 7 миллиметров от края до подшипника. Пошел, если честно, не сильно жестко. Так это, так себе. Потому что я когда мерил вал, он мне показался 6,9 еще в начале. А вот здесь подшипник на 7. Так что возможно даже и прослабленный. что будем делать, что есть. вот так вот вставил сначала туда шестерню. Сейчас ключиком на 10 попытаюсь ее закрутить. так вот и вот интересная конструкция. То есть в ряда вот внутренняя шестерня. Там вот наверху гайка у нее. пока изнутри ее не ставишь, а здесь снаружи якорь не засунешь. Все, зато теперь она не вываливается. шестерня. 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 Редактор субтитров Что разбирал? Ну штук пять разобрал Масла? О, одного зуба нету Не заметил ранее Вот оно Значит там должны быть куски Куска от зуба не нашел Вот он Видимо когда первый раз разбирал Он тогда уже был сломан Давно уже лет Шесть назад разбирал я ее Вот эта гаечка у меня сломалась Вот это вот Переделал Вот так вроде все Не знаю, попробую без этой прокладки Чтоб зубья были поближе друг к другу Вроде бы все встало Откручу здесь Якод там крутится Багарка собрана Кроме щеток Щетки сейчас посмотрим Убитые щетки Убитые щетки Менять надо Одна щетка Так и размер ее Так, получается На Пять на десять Пять на десять Щетка Почему такая не пойдет Потому что Ламели Должны Она должна перекрывать Минимум Две ламели Она видите Какая тонкая И звонкая И звонкая Около десять Вот это получше щетка Не, такая же Так вот щетка Легко снимается Вот так Задевается Она Раз Легко так же снимается Это уже переделанные Другие были Сломанные Вот Поэтому придется Покупать новые Купил я Щетки На Макиту По размерам Примерно они должны подходить На мой Бош По структуре Не знаю Сейчас будем пробовать Да, кстати Купил я их За 87 рублей Вот по ширине Отлично они подходят По этой По маленькой ширине А вот по такой ширине Немножко великоваты Вот так вот Надо аккуратно Аккуратненько Сточить Так, а вот здесь Они должны Одеваться Прям один в один Да Почти что Одевать Так, одевать не буду Пока не сточу Ширина этих щеток Одиннадцать миллиметров А мне надо было Десять А здесь Пять Точно Сейчас Подработаем Сейчас Постараюсь Очень-очень-очень Аккуратненько Пройти Здесь Не знаю Насколько Прошел Сейчас Будем мерить Слишком аккуратно Прошел На полмиллиметра Что-то очканул я На наждаке Решил в тесточке Еще более аккуратно Зажать Так Ну вот Я Подработал Четко Они входят Сюда Подклинивает Фасочку Сейчас Сниму Здесь И думаю Будет нормально Обращаюсь Очень нежно Надо как-то Сделать Чтобы вниз Она была Потому что Есть Возможность Что Сверху Буду кожух Одевать И Зацеплю Потом Постараюсь Вот так Вот вниз Вот так Пойдет Не пойдет Отлично Зашло все Теперь Ставим на место Пружинку Которая прижимает Это дело Отлично Переворачиваем На другую сторону И то же самое Делаем Со второй щеткой Так А где у нас Вторая Вставляем Вторую щетку Первый пуск А нифига Не поджал щетку Поторопился Видали Что творится Искры Идут Посмотрим Насколько Они Долго Будут Прерабатываться Прям огонь Обороты Увеличило Не знаю Насколько Долго Сейчас Замерить Надо Продуть Продуть И замерить Попробовал я Минус пять Покрутил Думал Сильно уменьшаться Будут Не уменьшаются Я имею ввиду По высоте Думал Съедает их Коллектор Вот Моя Любимая Болгарка Вернулась Метет Метет Она серьезно Конечно Мне прям нравится Сколько лет я ей пользовался Коллектор Подносился Ну не знаю Насколько его хватит Сильно Вот так вот По серьезным делам Только буду использовать Потому что Киловатт мощности Все таки Это Посерьезнее Чем Например Вот эта болгарка Такой же диск Все Я имею ввиду По размерам Но уже Мощность у нее Сейчас вам скажу 10 тысяч оборотов 730 ватт А у этой У этой Тысячу ватт То есть киловатт И 11 тысяч оборотов То есть Это конечно Посерьезнее машинка Эту я делал до этого Сейчас вот делаю Есть у меня видео И про эту болгарку Ну вот Примерно так Все Всем пока Пользуйтесь Делайте Верни Болгарки И пользуйтесь